Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами снова о канале Ольга Уралочка. Я, конечно же, прошу прощения именно у своих подписчиков, тех, кого я ценю, уважаю, которые постоянно со мной. И, возможно, уже поднадоело, но не могу просто-напросто не поделиться. Я очень хотела этот комментарий одобрить и даже закрепить, чтобы вы прочитали всю эту дребедень. Но, к сожалению, что-то YouTube не очень захотел одобрить этот комментарий, поэтому пришлось хотя бы заскринить. Поясняю, что у меня стоят фильтры на канале, и некоторые комментарии с какими-то оскорблениями просто-напросто зависают и не проходят. Может быть, поэтому, когда вы что-то пишете там в сторону Уралки, получается, что комментарий не проходит. Кто подписан на меня давно, об этом знают. Давайте почитаем этот перл вместе. Этот комментарий был написан под моим обзором. У Уралки Дача это шашлыки Ольга Уралочка Лайф. В общем-то, этот видеоролик у меня уже давновато вышел. Но, видимо, хомячки просматривают всё подряд. Ай да молодцы! Молодцы, что не забываете, что у Вишенки есть канал. Хреново завидовать, что такая голодная, видно. Семьи, видно, у тебя нет. Была бы семья, были и заботы. А так только и остаётся обсуждать, заниматься сплетнями. Самое лучшее название на твоих видео забегаловок – сплетница. Видуха просто без слёз не глянешь. Ребят, таких комментариев очень много. И очень много я одабриваю этих комментариев. И вы их даже читаете и отвечаете. Ну, а этот застрял. Ну, слушайте, знаете что? Меня ничего не веселит так, как в этом комментарии, видно, семьи у тебя нет. Была бы семья, были бы и заботы. Да, да, ты точно угадала. Нету, но почему-то аж шестеро у нас в семье. Да, я включаю и маму. И голодная я, оказывается, такая голодная, что так мне хочется куралки пожрать. Ребят, знаете, вот это вот просто настоящий перл. И про зависть не забыла. Антонина Кузина. А вы, наверное, завидуете мне, да? Ну, наверное. И вообще мне так хочется спросить у вас. Кроме слова «завидовать» и «хреново», вас Сафарка больше ничему не научил? Ну, а вообще, на самом деле, ребят, знаю я такую фишку в интернете, где можно заказать даже текст-комментария просто за сущие копейки. Сын мне рассказывал, что есть такие сайты, где за 20-30 копеек можно, ну, в общем так, зарабатывать на комментариях. Поэтому я не исключаю, ребят, что текст пишет сам Сафарка. Только хочется уже сказать, знаете что? Что уже пора бы из таких комментов, да, исключить слово «зависть». Ну, уже приелось, да. Отсутствие семьи тоже можно исключить. Ну, что-нибудь другое, пофантазируй, Сафарёныш. Или всё, фантазия иссякла. Только зависть, отсутствие семьи, голод. Придумай, в конце концов, что-нибудь. Хотя о чём это я, ребят? Ничего он не может придумать, ребят. Словарный запас очень скудный. Что у Лёли, что у Сафарёныша. Поэтому всё как под копирку. Зависть, голод. Только вот самые завистливые, походу, это хомяки, которые просто брыжут слюной и пластами лежат от ожидания, когда же выйдет новый видеоролик. И падают от восхищения новой стрипни Оли и заливаются прям слюной. Так что, ребят, если уж поднадоело, вы пишите. Но не смогла удержаться. Меня последнее время ничего так не веселит, как хомячие комментарии. А больше всего смешно, ребят, от слова «зависть». Зависть и голод. Да, голодная, завистливая, незамужняя и не имеющая детей вишенка никак не отлипнет от уральской парочки. Только, ребят, такие хомяки, видимо, новички, что ли. Или они действительно поклонники точно такие же фашизма, как уральская парочка. Тогда мне жаль. Такие люди не вызывают восхищения, а вызывают только жёсткое отвращение. И знаете, Уралочка же отвечает на такие комментарии, где задают вопрос. А правда ли в новогоднюю ночь вы такие вещи творили? На что она, знаете, что говорит? Что, а вы больше сплетни слушаете. Оказывается, это сплетни, да? А Уралочка у нас такая прям чистая, такая искренняя и никогда не врёт. Врушка, врушка и ещё раз врушка. Не отмыться вам с сафаром, Лёля, от этого никогда. Очень много людей об этом помнит и будут всегда помнить. Вы уже давно забыли, короны на головы свои понапялили. Но люди, которые всё это видели, всё это слышали, никогда не забудут. Потому что у них есть ценность, у них есть память. И эта память будет жить в сердцах вечно. Ваши зигаваньи забыть невозможно. А я буду напоминать об этом почаще, чтобы люди знали своих героев в лицо. В общем, ребятулечки, хотела пару слов, а получилось много. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что поддерживаете, спасибо, что комментируете. Прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, как всегда, мирного неба над головой. Любви, добра, понимания. Конечно же, мои хорошие здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Обнимаю вас всех крепко-крепко. Простите, что виртуально. Если бы могла, обняла бы реально. Пока-пока.